подготовка шла как всегда отлично на высшем уровне главное психологический настрой был в порядке хорошо подготовился подготовка у меня была на протяжении но я в принципе всегда готовлюсь тренируюсь прям так меня было две недели спарринга и неделя оттачивал удары на лапах с тренером хорошо подготовился и вышел на бой этого добыли спарит партнера опять же это все было в германии были спарит партнеры был я не помню то ли серб то ли откуда-то парень и там еще были парни как бы их люди не знают поэтому как бы спарит партнеры у меня были там было три-четыре человека приезжали аматоры с нами боксировали в парах стояли быстрые подготовка прошла на высшем уровне нет там профессионалах есть другой тренер бюлент его зовут он сам турок живет в германии и вот он меня готовил к этому бою но естественно с тренером каждый день на связи были было волнение потому что первый раз бы боксирую на такой большой публике больше пяти тысяч человек было мой бой был предпоследним как бы один из последних боев потом поэтому волнение было в этом больше она боя настраивался максимально и я выходил знаю зачем я выхожу поэтому я форсироваться бить событий не сам не собирался потому что как мне тренер сказал делай свою задачу то что ты умеешь я хотел просто первый раунд сделать разведкой но как все видели он начал первый переть на меня и как бы я понял что если сейчас будет у меня возможность закончить будет досрочно то я его закончу я понимал что его тренер хочет уберечь ему здоровья вот что я понимал потому что я видел что он плавает я видел его глаза люди со стороны могут говорить все что угодно комментарии писать и рассказывать все что угодно но когда ты стоишь напротив человека и видишь смотришь его глаза и ты видишь что ты там ничего не видишь пустоту то я вам хочу сказать тренер правильно сделал его потому что это такой вид спорта что здесь нужно аккуратно но без сомнений очень и очень волновалась скажу как есть бой пыталась посмотреть но не вышло потому как закрыла глаза поэтому пересматривала потом уже на повторах очень волновалась потому что мы сами понимаем да это очень волнительно первый бой на профессиональном ринге хотелось бы конечно чтобы это все было так ярко чтобы было это все вообще в идеале это было так мы хотели так как это и произошло это идеальная картинка поэтому я восторге от мужа своего чтобы переглядать долго не пришлось а только 40 секунд близко 50 а как тебе надежда пропозиция против профессионала у меня есть менеджер и как бы он говорил что уже много предложений ему поступает и как бы есть возможность как бы поехать пообщаться с людьми я сказал что никаких возможностей потому что как бы у меня только задачи олимпийские игры но опять же мы понимаем что на украине я выступил мягко скажем не очень хорошо я стал вторым поэтому я был вторым номером и на тот момент насколько я знаю до моего перехода персоналы я знал что конкретики никакой нету и сказали еще будут отборы будет будут турниры никто мне не говорил что я буду ехать на 1 лицензионный турнир я как там сейчас выписываете везде по новостям показывает такого ничего не было это все опровергаю и поверьте мне если бы я точно знал что я буду ехать на лицензионный турнир поверьте мне никакие деньги никакие контракты ничего для меня на первом месте у меня в голове стояла только олимпийская лицензия и олимпийские игры я к этому шел извините меня 10 лет больше десяти лет я все так просто перечеркивать никто не собирался но поверьте мягко скажем меня вынудили это сделать это было повязано с тем что ты програв в чемпионате украины или была смена тренера и тогда была смена концепции да это было сделано все для этого я скажем как оно есть я не должен был выступать на украине потому что у меня за два дня до чемпионата украины родился сын я не спавший я толком не тренировавшись потому что я постоянно был возле супруги морально то я вообще молчу здесь ничего нечего сказать меня вынудили мне сказали позвонил директор федерации бокса и сказал ты должен выступать если не будешь выступать мы тебя убираем со штата ты не будешь получать зарплаты и тому подобное поймите они меня вынудили я был вынужден ехать потому что у меня семья у меня родился ребенок мне нужно их кормить за что-то нужно жить я поехал на украину и так вот так вот выступил и после украины все так понеслось непонятки непонятки и сейчас же опять же до моего подписания никакой конкретики не было кто будет ехать на лицензий турнир сказали все будет решаться а поймите когда нету конкретики я запасным вариантом никогда не было не буду мой тренер личный за пять дней александр николаевич ляховой за пять дней позвонил лагерскому линии леониду николаевичу главному тренеру сборной и предупредил что мы будем подписывать контракт это было ровно за пять дней до подписания контракта мой менеджер котельник андрей николаевич лично предупредил исполняющего директора донатаса песку на федерации бокса и я не знаю какие претензии тоже предупредили все заранее за пять дней или за достаточно времени никаких не претензий да то что я им до этого за месяц или еще что-то не говорил это правда я им не говорила я им обязан что-то говорить это мои личные решения когда нету конкретики когда они меня не ставят на первое место о чем здесь разговор насколько я помню на три года контракт я буду выступать за их клуб но представляю я всегда украину я выступаю за нашу страну за наш город это всегда было бы есть и будет нет я не буду менять гражданство ни при чем фауст фауст повязано с тем что немцам очень тяжело выговорить мою фамилию очень тяжело они вообще не могут когда просто спросил этот кто говорит в микрофон а как его фамилия когда не сказали он все я понял и все переспросил там я понял даже не повторял мою фамилию потому что для них это тяжело и поэтому они сказали выбирать там были еще в бергер еще что-то фауст я в рафа что значит мы знаем все вот эту трагедию фауст но на самом деле все думают что это трагедия фауста на самом деле по-немецки фауст это кулак понимаете и вот почему я выбрал фауст до плане на будущее дома в течение месяца меня будет следующий бой вот главная цель задача готовится и я хочу чтобы выступать за нашу страну хочу представлять нашу страну я хочу чтобы наш гимний флаг всегда поднимались и на мировых аренах и я буду все для этого делать то что сейчас происходит федерации то что они но я не знаю честно скажу я не понимаю их я я не знаю зачем это все так смешивать это их личное дело бог им судья но то что они сделали по отношению к моему тренеру и менеджеру это очень низко и и я я даже сейчас только что переписывался с федерации бокса я знаю тех людей которые ведут эти все чаты я им просто пишу как оно есть но не делайте глупость и не врите людям они просто я не хочу ничего оправдываться но я взрослый человек я сам принимаю решение и то что я перешел профессионал это все было взвешено я это сделал с перспективой на будущее так что вы спорвались с керевництвом места что до службовых квартир сколько там были вас прописаны деякие певни умовы в разе каких вы сберегаете эту службовую квартиру смотрите я вчера звонил заместитель мэра и я ему позвонил и говорю что делать с квартирой потому что уже везде в новостях уже там пишут что подали там на сессию и рассмотрение снять да то что стипендию забрали дай бог чтобы это это стипендию они дали тем людям которые реально нуждаются в их они просто сняли и что-то будет делать с ними дай бог чтобы ребята которые нуждаются в этих деньгах они ее получали я только за это дальше по квартире Николаевич мне сказал ну пользуйтесь я говорю в смысле пользуйтесь там ремонт нужно делать нужно делать ремонт нужно как бы обусваиваться он меня спросил у тебя же ребенок маленький я говорю да ну это конечно нужно пообщаться с мэром я говорю ну а когда мы пообщаемся он говорит ну на этой неделе должны организовать нам встречу вот такой был разговор что дальше с квартирой я пока не знаю но да естественно я все время что я выступаю за наш город и за нашу страну я все время снимаю квартиру я когда мне было 21 год я с своей будущей супругой мы переехали в город кременчуг и с того момента мы снимаем уже посчитать это на каком году в четырнадцатом как мы съехали это уже 6 лет мы снимаем жилье я никто ничего не предоставлял и как бы я не жалуюсь я просто говорю как есть это все просто для того чтобы жить в этой квартире там нужно сделать ремонт как мы можем сделать начинать делать ремонт если мы не понимаем вообще что будет лучше понимаете я не хочу делать там ремонт потому что вы знаете сейчас ремонт делать тоже не дешево стоит сделать ремонт и чтобы они через год опять же не дай бог какая-то информация непонятная что опять они меня будут дерать и будут опять говорить мы у тебя заберем служебной квартире понимаете меня тоже такие условия не устраивает и то что как бы нужно встречаться общаться и то что они мне предложат да да нет нет как бы другого не дано я тоже извините меня как бы унижаться и там просить не буду захотят дадут не захотят их право знаете главное что команда у меня такая команда верите у меня когда мы с ними общались у меня реально слезы проступали на глазах потому что настолько вот это семью я почувствовал теплоту что все вокруг тебя все с тобой я честно вам скажу сколько лет я был в сборной я такого ни разу не ощущал и такого не было там все время была конкуренция там все время кто-то тебе наступал на пятки там постоянно что-то не так шаг лево шаг вправо там постоянно разборки поймите ну здесь совсем все по-другому здесь я почувствовал силу поддержку мотивацию и для меня это важнее всего и не только ко мне к моей супруге вот я даже просто уже уезжая после боя домой они лично промоутер ко мне подходит и дарит мне духи моей супруги я думала ты купи нет смотрите смотрите дарит он духи моей жене и покупает целый пакет вещей для ребенка вы даже не представляете насколько это было у меня внутри просто мурашки бегали это Андрей Николаевич котельник поверьте он для бокса сделал в этой стране очень много трехкратный чемпион мира по профессионалам он финалист олимпийских игр и у него очень большие связи и очень много друзей знакомых и сейчас я думаю то что они сделали я думаю это не есть хорошо и он может и воспитает еще ни одного чемпиона это не такой он не сможет он он он